Я расскажу небольшую предысторию, я сам имею небольшое отношение к журналистике, я так скромно называю себя в каком-то смысле журналистом, я не учился на него, у нас было издание, мы сами его делали, деловое СМИ, да, ну ты типа придерживаешься мнения Дудя, что журналистика как образовывается? Ну не знаю, как мнение Дудя, но он считает, что лучше получить нормальное образование, лучше получить нормальное образование, журналисты? Нормальное, я сейчас синхронизируюсь по уровню иронии Окей, ладно, недавно был день журналиста, мы со всем уважением, но вот действительно Нет, это же был день журналиста, не журналистского образования Тоже верно, с другой стороны, в день журналистского образования все пьют нечок Я не дам тебе сказать, ты скажешь, пусть у меня, смотри, в чем классность нормального образования? Технического или физико-математического, биологического, филологического? Потому что это про то, что люди учатся вгрызаться в какую-то дисциплину глубоко, учатся учиться Учатся такому научному стилю мышления Где это в журналистском образовании, мне не очень понятно Значит, это первое А второе, на самом деле, хорошо писать, хорошо собирать информацию, в принципе, должен любой современный человек уметь Пока с этим йог, вот как Джефф Безос на собраниях Амазона, на правлении Амазона Он просто всех приводил и говорил, ребята, не говорил, просто вел правила То, что мы обсуждаем, должно быть изложено на бумаге Все внимательно читаем, потом начинается дискуссия Потому что одно дело письменное слово, другое дело бла-бла-бла, ветер унес и все такое Поэтому в 21 веке, чтобы вам не говорили про алгоритмы и прочее Если ты не умеешь собирать информацию, структурировать ее Проверять? Ну, естественно Упорядочивать, то UBI Знаешь, что такое UBI? UBI? UBI Universal Basic Income, может быть Но в таких странах, как Украина, он будет очень маленький Это сколько сейчас? Ну, это пока такая большая идея, что типа сейчас роботы и алгоритмы кучу народу заменят От таксистов до, кстати говоря, лоуэн программистов Просто Владимир опоздал на 15 минут Наверное, на 12 На 12 минут по вине одной из компаний Ну, точнее, видимо, не компания, а водителя Вот, так мне интересно узнать, как сейчас происходит сдача номера Я в нулевых, у нас был свой журнал Мы сидели, у нас был офис на прессе Украины, как сейчас помню Мы выпускали деловое издание Называлось Business Communication Делали это как-то, как мы это видели Вот, соответственно, плохо Но сдача номера, это всегда было вот такой вот АААААААААААААААААААААААААААААААА ААААААААААААААААААА ежемесячный был поэтому раз в месяц у нас это было прям прям стресс поменялось что-то за вот ну конечно поменялось потому что мы же теперь не только ежемесячный журнал ну плюс сайт еще у нас сайт мы двигаемся в русле такой объединенной редакции да то есть люди пишут там что-то идет на сайт что-то идет в журнал в принципе это в идеале в идеале сплошной поток у нас поэтому вот мы год как запустились дамы эту схему digital first ее только отстраиваем в принципе диджитал first да то есть идея в том что всегда у тебя сайт под пейволом да соответственно там подписан подписчики его могут читать материалы которые идут журнал они могут попадать сначала на сайт потому что просто два разных типа чтения быстрое чтение с потенциальным углублением в какие-то детали и чтение журнала это медленное чтение ты можешь делать пометки это можешь формулировать свои мысли там не согласен сик восклицательный знак но это действительно два разных типа чтения и им ими обоими человек 21 века должен владеть все-таки все видео не вытеснят все подкасты не вытеснят мы очень стараемся вы дополняете нашу экосистему я не уверен что именно вашу вот поэтому поэтому ну там в идеале сдачи номера но я не должно быть сейчас конечно у нас пока еще есть этот перекос но мы действительно и запустили сначала print да потом запустили диджитал но мы работаем над тем чтобы перекоса не было чтобы это была такая контентная машина которая раздает контент на разные платформы слушай ну понятно что фор в первую очередь известен за счет своего рейтинга он недавно вышел я кстати этот номер не смог найти у вас где-то в офисе кто-то его наверно забрал себе чтобы вдохновляться как наши подпишись на две версии с чего началась моя подписка на forbes я когда понял что там выходит номер с ирой из славы щеткиными наши клиенты мы делали запускали франшизу для розетки я сразу подписался причем я купил по 5 номеров каждый стол разложил чтобы клиенты приходили немножечко завидовали славе послал фотографии славич слава знает об этом да он надо тогда это хорошие инвестиции в построении отношений скураться да слушай ничего интересно было мы заказали все некие все не знаю почему че тот захотел скрылышек ты как фастфуду нормально ну я тебе желаю приятного аппетита я понял ты не составит мне компанию я вот не нашел этот выпуск с сутки например напомню этот топ-10 топ-100 а какой шанс у журналиста оказаться в форбсе кто из журналистов попадал форсу шину ты сейчас я базу данных ну такой богатый журналисту смотри ну давай поварикинга нет но самый богатый журналисты тот кто получил журналистка образование поработав где-то в медиа пошел и сделал какой-то серьезный 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 бизнес да то есть смотри тут же тут же в чем в чем в чем барьер барьер между наемным трудом и самостоятельным трудом барьер между бизнесменом и предпринимателем да вино подъехал ну а льда у вас нет лед есть это это никогда нельзя бросать лед в белое вино но мы попробуем мы никому не скажем не никому не покажем я пока открою да да так вот у нас есть шанс то есть или нам или на 1 же ты же просто этим занимался потому что тебе нравилось да мне деньги не важно мне деньги нравятся но деньги всем нравятся тут в этом плане ты ничем не дифференцируешься я рассуждаю да в принципе мой друг и можно сказать наставник лёня бершинский в свое время сказал что управлять редакции это как пасти котов журналист это реально такие очень странные специфические люди их очень многие не считывают вот сидит какой-то хер с горы спасибо какой-то маечки такой да и там там напротив него такой великий какой-нибудь бизнесмен местечкового разлива там с активами на 30 миллионов долларов ну что это может ну а это код до которым вообще похер твои 30 миллионов да ему он пришел там какую-то историю на тебя посмотреть что ты за что ты за код да может быть и не код может быть и подс просто да вот поэтому это это вот такая довольно специфическая жизненная установка да есть среди журналистов даже вот там из тех составов ведомостей в которых я работал в начале нулевых там кто-то ушел в корпоративный сектор там на позициях уже там силы было достаточно высоких но это тоже не про там не сразу форум саде со список форум саде со список форум саде со список форум саде про предпринимательства и про взятие на себя там очень больших рисков да а мы журналисты которые любим свою работу мы вот как-то ну зависаем в этом да сектор пока ну не так чтобы сносила крышу хотя с другой стороны ты же видел наверное фильм гражданин кей но это же классика не ну классика классика ты знаешь что это очень давно но вот но там же там же главное главное главный герой это газетный магнат то ли пуллицер то ли херст да и пуллицер херст они были супер успешны вот при том что да вот исходная их была позиция это редактор журналист то есть журналистам если хотите бабла попасть в рейтинг хоббс совет идти в бизнес собственно но журналистика не бизнес нет журналистика это бизнес безусловно мы делаем журналистику как бизнес но это то что позволяет нам ну вот удовлетворять и находить тот запрос который там либо есть либо потенции есть будет ли стоить компания у его извини которая выпускает украинский форбс типа 50 миллионов долларов через десять лет не знаю нам предстоит это еще а ты помни помнишь как это делать помощь зала и просто подарили такую штуку и я до сих пор не разобрался как с ней на я просто выкручиваю и ты наверно таки так я до до конца довел а теперь как ты не помнишь мне как-то куст или фото помог сделать пашас ты не знаешь какой штукой пользоваться слушай но почти почти то есть я что-то сделал правильно ладно мы дальше сами туши а кому из наших зрителей вообще интересно журналистика давайте напишем в комментариях мне просто интересно становится ли журналисты и консультанты вот мне кажется мы какие-то вроде мы общаемся мы где-то рядом с большими деньгами но в итоге не становится мы можем работать на участниками рейтинга форбе чего ключевой барьер это от обслуживания к предпринимательству да то есть от взятия на себя маленьких рисков к взятию на себя больших рисков вот но тут я думаю что любой амбициозный человек если он реально этого хочет может попробовать и в одном случае с 10 может и получится что-то нету просто многие спрашивают вот это вот знаешь мы тоже немного немножко прикоснулись методологии форбс когда помогали готовить список франшиз для от июньского номера последнего крайнего да вот и подходы немножко увидели но здесь это непростая история высокая по времени делать ты имеешь ввиду топ 100 да ну все начинается где-то в декабре январе потому что это привязано к подготовке глобального рейтинга миллиардеров поэтому мы считаем мы наш отдел данных володи ланда которая возглавляет мы сначала считаем тех кто миллиардер и кто к этому близок очевидные ребята да вот потом еще вот после того как это все происходит еще где-то два месяца уже досчитываются состояние помельче ну вот ребята а у нас была неделя поэтому пеша рейтинга не получилось но список сделали можете посмотреть миска номер и какие франшизы считаются но возможно возможно на этой стадии развития украинского франчайзингового бизнеса рейтинга и ненужный ну невозможно его невозможно да я об этом писал в посте знаешь мне интересно как спасибо тебе кстати за да мы были рады помочь команде делаем делаем но на самом деле ну команда команды мы работаем как это не банально прозвучит для читателей для аудитории к зрителей вот потому что ну если мы будем хорошо работать вы будете хорошо нас читать вы будете успешнее экономика будет расти и вот так глядишь лет через двадцать пять догоним румынию а еще лет к тысячному выпуску форекс украина как ты собираешь людей в команду у тебя есть какие-то специальные методики отбора людей в редакцию журналистов редакторов там кого угодно но есть это подходы смотри значит на первом этапе когда мы просто запускались колес как ты понимаешь я довольно много журналистов за свою карьеру подобрал поэтому есть последний уже технология скажем так вот ну что-то у вас все газ номер да да ну то есть вот как найти классного журналистов это метод проб и ошибок безусловно вот ну себе себе мы сейчас вот с командой обсуждаем как мы будем строить корпоративную культуру до редакционную культуру и корпоративную культуру в целом это вот я просто чтобы не уходить в предысторию а вот сразу вот как мы на это смотрим сейчас и вот мое мнение что успешный журналист успешный редактор в принципе успешный любой успешный представитель экономики знаний у него ему нужно обращать внимание и его коллегам его руководство обращать внимание на три фактора первый фактор майндсет до расмышления установки ну то есть я оптимист или пессимист я люблю то что я делаю или не люблю то что я делаю вы напрямую себя жители пытаетесь как высчитывать да еще сезон ждать значит для меня каждый меня журналистика перебивай праздник тоже hard talk hard talk смотри у нас сейчас как бы задача вот эти три направления про майндсет я договорю а другие еще скажу вот просто понять что это наш инструмент который позволяет нам понимать где мы находимся и прогрессируем мы или не прогрессируем да тут майндсет там это про ответственность да про тимворк да про командную работу про я пробую или я делаю установка на результат установка на то что все практически возможно в нашей профессии и дальше ты смотришь вот по этим направлениям я если взять десятибалльную шкалу я кто я пятерка семерка задача чтобы собрать команду девяток и десяток да то есть можно на этом этапе работать с пятерками и шестерками семерками на главное чтобы люди понимали что они движутся они стоят на месте у меня одна девочка недавно сказал слушай но я же интроверт я же не такая как ты я подумал суши я закончил филологический факультет у меня насчет специальность древнегреческий и латынь в ее возрасте был гораздо более интровертом большим интровертом да просто это вот такая специфика что людей не нужно бояться людей не нужно давить людям нужно давать слово и тогда ты можешь на журналистка вот майнсет скиллс или компетенции что я умею что я не умею даже на самом деле такая штука как взять интервью она все-таки требует такого осмысленного подхода до кроме смотришь она идет про поручика ржевского да что там было но которым говорили что нельзя сразу предлагать в постели так напомню жест их много поставок ну ладно не нужно быть прямолинейным нужно быть спокойным да на самом деле любой самый жесткий вопрос можно задать с такой интонацией и так сформулировать что твоего собеседника не будет морального права там кидать он будет вынужден ответить на ты же принципе идешь не для того чтобы сыграть журналистику перебивания что-то из этого человека вытащили я я вообще не претендую на роль интервьюера что ты сразу на себя отличная отличная кстати говоря отличная вот характеристика журналистика перебивания смотрите как я могу я не дам ничего сказать ни одно мысль не будут закончены да майндсет скиллс ну скиллс можно продолжать ну да ну как мы читаем книги или как мы читаем тексты да мы их читаем на вылет или что-то остается да это мы можем изменить дальнейшей работе строить строить вот эту вот пирамиду обучения вот а последняя ресерч программ до программы исследований это она это звучит немножко академически но это вот можно сказать вот я там пишу про ритейл или я там пишу по металлургии или я пишу про там социалку то есть фокус твой да да это мой фокус но это не ресерч программ это просто я прихожу как чиновник да там смотрю что там у меня у металлургов получилось вот а ресерч программа что самое что самое важное сейчас вот этой области где я могу пойти поговорить с людьми посмотреть отчеты и добыть новые знания которое будет интересно не только там скажем так не профессионалам да но и людям которые на переднем крае в этой отрасли находятся вот и тогда у тебя просто меняется динамика это не просто там ходишь на пресс-конференции по металлургии или там у тебя появляется вот этот вот драйв потому что ты понимаешь где искать и какого рода знания искать то есть ты таким образом дифференцируешься да и это я думаю что вот все эти три вещи они для любого сотрудника такой есть работника экономики знания или креативной экономики мы работаем на стыке для активной экономики экономики знаний хороший инструментарий который позволяет смотреть но я стою или я иду если я стою то может быть это вот не то место где должен быть да ну вот не драйвит но не просыпаюсь я с благодарностью что черт побери сегодня впереди столько классных вещей столько интервью предстоит знать я же просто не так не просто так спрашиваю мы сейчас много действительно нанимаем вот сегодня у нас было собеседование в чае были собеседования а если честно я так и на себя до конца не разобрался как правильно там людей собеседовать как вот мы тоже на стыке ком-то находимся бизнес консалтинга и креативная ну вот попробуй попробовать эту штуку а какие вопросы ты задаешь ну то есть вот какие вот может быть парочку таки не нужно выходе качество какие качества чекс самоподзаводом или нужно все время подстегивать человек хочет устремлен к самосовершенствования или он типа считают что все классно я все знаю не основного все в комнате как дом и на меня ну вот открытость важная часть мальсета вот скилл что я умею да там есть такое высказывание что берите амбициозных там когда вы выбираете между амбициозным и профессиональным возьмите амбициозного в хорошем смысле слова да потому что он амбициозная личность она про сделать там невозможное да а профессиональный он знает что типа нет хер ты меня уволишь ну да очень хороший принцип у гастингса из нетфликса что еще хорошо работает мы выплачиваем ему щедрое выходное пособие ну но это потому что вот как бы вот это хорошо это про самодовольство да про то что вот я делаю сегодня то как я делал вчера и таким образом заполачиваю все все вокруг же это интересный вопрос потому что сегодня как раз у меня на собеседовании была девушка она как раз вот действительно такая амбициозная она немножко не сфокусирована постоянно вот тут тоже есть как бы проблема потому что там есть люди амбициозные но они но тоже амбициоз не знаю сюда амбицией еще на всю голову это в общем вот и ты можешь получить здесь большую проблему да поэтому я лично ориентируюсь на такой знаешь fire from within да то есть огонь который горит но не обжигает потому что иначе ты рискуешь нанять знаешь как это называется не закрепленная пушка которая катается по палубе уголем очень довольна или уголек который перекидывается поэтому это же самое интересное это работа с людьми да да у нас же у всех человеческий бизнес практически роботы еще не заменили пока консультантов по франчайзингу журналистов операторов но для тебя быстрее всего заменят какие там исследования когда операторы уйдут впрошу кто будет смеяться у нас за кадром андрея круто хорошо спасибо большое за рекомендации мне здесь это было полезно и я думаю для наших зрителей тоже чё еще хотел спросить смотри у нас значит это сочетание такого журнала максим слышал вот у них есть такой тест найти я бы хотел чтобы мы вместе с тобой пошли давай он состоит всего лишь из трех вопросов может быть ты его уже проходил потому что ты не уверен от вообще сомневаюсь когда-то походил тест найти вряд ли я один раз пытался понял что будет маленький результат я скажу дорогие видите как просто стать главным редактором форс украины классно это кстати самая ирония это 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 я люблю мне кажется это правильно так значит вопрос номер один интеллектуальный до под бокал белого вина вот это важно было автор теста сказал обязательно налить вино нет конечно но мы не так много и выпили его придумал профессора гельского университета шейн фредерит пять центов были ты знаешь я просто этот вопрос на от этого познаешь бейсбольная бита и мяч вместе стоит 1 доллар и 10 центов бита дороже мяча на один доллар сколько стоит мяч 5 сложная задача но это это же из серии вопросов где ответ но он кажется кажется как бы очевидным да но на самом деле он неправильно то есть все очевидно и неправильно то есть ты скорее всего знаешь и ответ на второй вопрос не я не знаю пять машин за пять минут производят пять штуковин сколько времени понадобится 100 машинам чтобы произвести 100 штуковин но ты тоже знаешь прикол я пытаюсь перечитать эту фразу пять машин за пять минут производят пять штуковин а машин за 100 минут ой я сам сколько понадобится 100 машинам времени чтобы произвести 100 штуковин я не опять минут да да то есть от перемены мест слагаемых меня это не то это да ну то есть если у нас два параметра по краям то в середине одно и то же потому что время не обязательно и третий вопрос пруд зарастает кувшинками каждый день их площадь удваивается целиком озеро зарастает за 48 дней за сколько дней цветы поглотят половину его поверхности тоже знал ответа довольно известный наверно тест но это вот из разряда то что очевидно этот почему мне кажется люди не любят перепроверять факты для меня это кстати от боль в нашем бизнесе есть моменты где нужно перепроверять факты вашем бизнесе это просто постоянная история то есть ты что-то видишь и ты принимаешь это на веру и тебе кажется это очевидным настолько что давайте давайте не будем там в группе уже погружаться как тебе кажется это важно вот у тебя есть канал еще это критическое мышление нас примерно про это да что должен наверное все ко всему относиться немножечко с подозрением немножко обновится большинство вещей да ну то есть любой факт любую цифру лучше проверить откуда она берется да причем могут даже обсуждаем что у нас сейчас появится такой бизнес-процесс работа над ошибками там не просто работа над ошибками как это сделано делается всегда в качественной прессе в качественной прессе принцип что мы исправляем любую ошибку как как только ее заметили да как только мы удостоверились что на ошиблись так вот но оказывается что генеалоги ошибок она настолько многообразная что нам нужно добавить еще такую функцию ошибколог вот то есть ну например да мы пишем справку про одного из богатейших взяли с официального сайта его компании там цифру вот ну это официальная информация номер вышел они говорят ребят не столько а столько вот видите у нас выходила новость а при этом в справке о самой компании у них на сайте поменял не поменяли да то есть окей это же что что еще какие еще нужно делать действия да для того чтобы вот действительно не попасть будем над этим работать но это постоянно нужно общаться с людьми пошел сайты это точно не точная информация у нас ну а люди это точная информация люди это вообще источник основной скажем так лажи да человек рассказывает как он в начале девяностых регистрировал банк да и начинаешь копать его рассказ смотришь на факты там половину страны нет 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 не придумал там просто хронология вся поехала и там остались какие-то вот такие мысли формы а все все совсем не так это вот из статьи которые вчера редактировал ну это же потому что человек как ты сказал самом начале я заменяю там свои там ненужную информацию чем-то другим или вообще удаляю получается что мы живем в мире которые по большей части но может окей на какой-то процент он придумал то есть он не он же не может быть до конца там фактически до достоверно то есть мы часто опираемся на какие-то там наш от статист там семьдесят пять процентов статистике врет да ну вот из этой из этой с ложь большая лучшая статистика да 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 уж больших уж и статистик этой спинси мы живем в мире в мире уже и ошибковки мне кажется могут стать этими новыми какими-то новыми учеными то есть им которые новый черный цикл не блэк но они его новые новая но самом деле но слушает вообще круто сколько новых профессий будет фото андрей пойдет в ошибку логика надоест снимать роботы заменят андрей извини пожалуйста очень много внимания твоей персоне почему так андрей главный здесь главного за кадром он не пишет вопросы он меня снимает он вообще то есть на самом деле его с вами говорю я андрей ты не хочешь поработать форумс да он хочет поработать он работает с этим снимает практически все актуальные бизнес-влоги в украине ну кроме там парочки самых актуальных конкуренты забрали круто ну так как жить в этом мире тебя не не пугает эта история с твоим подходом этого критического мышления конечно все-таки куча смотри научил уже вокруг куча непроверенных данных куча зато мне иногда не мужу чего куча классных людей но тебя пугает но тебя пугает потому что ты понимаешь все 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 сложно да переместись на 250 лет назад тут как классно было кайлом до убить что-то там и на трех черепахах плавать да там нет ну смотри есть и на трех есть 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 абсолютный факт да что за десять тысяч лет развития от неолита к 21 веку человечество прошло большой путь сделала кучу изобретений за последние 200 лет просто в десятки раз улучшила качество жизни благодаря научно-техническому прогрессу вот ну то есть все это говорит о том что жить можно что жизнь налаживается ну и главное не заблудиться не потеряться и вот во всем этом это к вопросу о статье все хорошо да то есть в целом все хорошо ну в оптимизм он это более выгодная жизненная стратегия чем типа все пропало да кстати ты своим каналом что занимаешься будут ли новые там выпуски я имею ввиду крыши но он есть но пока времени у меня на него нет ну и я бы сказал что у меня собеседники кончились так по большому счету то есть если дальше что-то делать умные люди в стране подошли к концу а так как я не был приглашен я делаю соответствующего не для меня для меня вот очень хорошие такой вот как бы бенчмарк это талер колын который у него есть классный блок marginal revolution ком и у него есть отдельный жанр conversations with тайлер вчера кстати прочитал его первую первую беседу с питером тилем в пятнадцатом году вот колын экономист автор полимат значит такой полимат ну видимо что это греческое слово которое означает много знает все все я думал это политика с математикой то есть я не много знаю я не полимат поле поле полигональные ну то есть много ну я более это много марк видим узнать вот и вот тайлер реально поражает воображение он говорит старается говорить с топовыми мыслителями на первый топовый мыслитель мыслитель питер тиль знаешь что такой питер тиль да я тоже слышал но вам zero to one реально черчак который там делал paypal палантир маска вот вот хочется такого уровня как бы у нас кухонные разговоры если честно достали это у меня наскучили да это чисто это наш канал для этого существует не но у нас не кухонная шутка самоирония так хорошо смотри я в википедии по-моему написано было что в 2013 году форбс больше всего читали в китае в украине сдать женщин в украине как это украинский форбс был одним из самых это мигель форбс приезжая приехав к нему в начале тринадцатого года сюда что форбс один из самых успешных проектов национальных форбсов там типа 1 только папа 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 динамике по штатской аудитории по заказку но по динамике да потому что форбс украины форбс китай сравнивать в абсолютных величинах не выгодишь да вот но мы действительно хорошо и быстро двигались вот кроме того классно форбс читали в китае в индии в россии и польше то есть украина зимбла в такой вот интересная компания да это к вашей страны плюс польши страны которые стремились к знаниям да наверно в америке мне кажется форбс он уже да не не тот почему на самом деле он там имеет вес такой же как вот у нас в украине то есть если у нас в украине смотри кто-то публикуется форбс вся фейсбук лента этого человека его друзей заполнена фотографиями смотри смотри значит давай сделаем так вот какой сейчас какой сейчас самый уважаемый влиятельный бренд на постсоветском пространстве деловой медиа в деловой медиа деловой медиа форбс правильно говорить есть там где-то далеко блумберг есть где-то далеко форчун там вайрд инк еще что-то еще что-то но вот оно оно где-то в другом мире да вот поэтому начинаем с того что форбс оказался самым успешным и долго играющим брендом здесь да его его ну не нет не только да на самом деле польский форбс если ты сейчас давно не был в польше последний раз когда я там был я зашел в mpeg там огромное количество журналов и газет продолжает больше они ничего не слышали про смертные вот но они такие с гонор на поляки вот ну вот вот такой толщины типа 480 страниц средний форбс туда даже не не сотня а 10 лет когда мы начинали украинский форбс был толще чем для польский да вот это в том числе нет ну толще чем тогдашний форбс польский да то есть вот польский с тех пор разросся до 400 плюс на а мы вот сейчас как бы ну вот примерно в том же размере чуть-чуть вот то есть это о чем это о том что бренд для наших целей для цели делать честную деловую журналистику для постсоветских людей ну он просто прошел кучу испытаний там от убийства своего главного редактора до там каких-то вот украинских запусков перезапусков их ситуация в америке ну слушай ну в америке очень конкурентная ситуация уже там перечислил да а я еще не перечислил энное количество таких новых совсем новых медиа да да информация например который круг очень круто пишет про технологический сектор вот поэтому круто что они там держатся они реально развиваются они реально растут они придумали кучу фишек на которые там облизывались конкуренты например ну вот например там в тринадцатом или четырнадцатом году форчун он тогда был частью такой глобальной такой бизнес-империи тайм инк тайм ворна да вот туда пришел там новый крутой заслуженный редактор говорит вот будем сейчас все это переделывать и будем форбс нас конечно опередил мы будем брать вот этот их опыт с контрибьюторами да то есть с внешними авторами которые вот в котором форбс опередил всех включая хайфингом пост да то есть они стали системно заниматься внешними авторами которые называются контрибьюторами да и это лидеры мнения которые не просто лидеры мнения да то есть просто талантливые люди которые вот с помощью форбс становятся лидерами мнений да то есть это было такое уникальное торговое предложение и мы вот в украине тоже хотим именно создать этот серьезный контрибьюторский блок да когда мы людей учим мы людям даем какие-то инструменты в руки они для них платформа forbes это способ рассказать миру какие-то умные мысли аргументами они как в фейсбуке а сейчас что-то происходит вот смотри довольно этому формату вот этому формату мы не знаю сколько лет ну типа ну да хрена я имею ввиду обложка страницы и вот как бы читайте что-то происходит в этом мне просто интересно есть ли какие-то видишь американский forbes месяца два назад выпустил обложку nft да то есть просто одновременно да с таким как бы обычным обычным выпуском да первая обложка четвертая обложка там внутри страницы но они еще и переосмыслили вообще что такое обложка там два дня по моему длился аукциум не за сколько продали ну не очень много да но другой стороны блин они попробовали цель была не не в этом видимо да не нового не сразу на благотворительность это то есть это не про это не про ну заработок заработок а про трайл да про ну это же такая плюс-минус одна разовая история ну да еще какая-то еще какая-то еще я просто мы тут как-то вино обсуждали и вот эти ребята в выпуске полу было с наздрачевым владом с кем с владом наздрачевым супер люди это бренд-лидер бывший федорев вот у нас что был он есть он есть талантливый раз ты его позвал да 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 сто процентов спрашивание для того чтобы снизить пафоса чтобы ты не сказал кто их вот назначил в до супер люди он работает сейчас с хмельницким юницкого бизнеса ребята в классическом супер классической консервативной дождя не классической истории они сделали бутылку которая там с помощью этикетку которая ты можешь оживить с помощью приложения тут кайт есть история про каких-то там изгнанников которых из англии в австралию пересылали на на пробке написан номер преступления за которые из изгнанных что-то придумали крест такой да то есть они прям вокруг одной бутылки сделали целую историю целую историю 1 от нормально да кстати она довольно высокий рейтинг на вивина вопрос смотри значит тут ведь в чем фишка да то есть вот белое вино как его кому-то продать да вот они взяли и упаковали нормальный среди то есть это кому почти комодите окей ты что угоне мне работать еще иди еще на еще работать она вы я сегодня освободен поэтому бездельник кто с нами не пьет как сказал и грибает вот смотри то есть для комодите или почти комодите да это супер круто а у нас такая есть иллюзия что мы не комодите понимаешь у нас иллюзия что мы делаем такой продукт который кому-то нужен как воздух вот поэтому ну вот куда во что упаковать воздух но я понял то есть вы себя ну то есть вы конец но мы 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 не говорим что мы там супер-пупер что мы не ошибаемся на мой наша бизнес-модель что мы делаем то чего больше никто не делает в этом возможно там традиционные обложки и прочее но и мы готовы меняться но вот внутри все-таки такая важная вещь что лучше на нее обратить внимание чем на какую-то надежды будут обложки а это в те божки будут в украине почему нет прикольно ребята ждем подписываемся кстати есть же дверь два вида подписки на кого лучше подписываться ноги правильно диджитал нет смотрите просто digital ну и на самом деле работаем над user experience и мы говорим что может быть нам нужно объединить да для для желающих что у людей была возможность это просто некоторые технические сложности поэтому дорогие зрители если вы читали в одном виде да мы работаем над тем чтобы в общем вы к нам приходили и во всех видов бумаги и и в digital и и там других форматах вот и спасибо вам за терпение до 100 процентов я кстати где-то видел не помню это форекс не форекс но был в контексте обсуждения ценовой стратегии где-то была история что подписка стоит например условно говоря 20 долларов на принт на digital 120 она диджитал плюс 3 плюс print 120 тоже и типа люди так типаж надо закануть выгоднее же все меньше но там 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 же очень много параметров нет это точно таких вот попыток попыток бандлить андбандлить их очень много ну и как ты понимаешь нет такого природа априорного представление что сработает что не сработает нужно пробовать тестировали да а я в контексте обсуждения что будет что-то хотел спросить на я забыл будем тренировать память да так я говорил кстати пять минут все все после если опасения что сейчас кто-то от из тех названных американских гигантов зайдет сюда то есть сейчас форбс давай так что-то боится или он чувствует себя вполне уверенно в своей нише вот деловой боимся подвести доверие так вот но принципе так слегка боимся точно ну то есть не то что боимся да то есть это наш принцип принципе мы считаем что нам не нужно особо никому ничего доказывать Мы считаем, что нужно каждый раз делать то, что мы делаем на пределе возможного, то есть расширять, расширять представление о том, что можно, что нельзя в нашей профессии. А наша профессия – это добывать знания. И ключевое – каждый новый день быть лучше себя вчерашним. Обычно такую мотивацию дает не внутренняя установка, а внешние факторы – конкуренты, какие-то тренды, что-то еще. У вас сейчас есть конкуренты в Украине по сути? Мы с собой конкурируем, я же тебе сказал, мы стараемся быть лучше себя вчерашних. Можно расслабиться, мне кажется. Нельзя расслабиться, потому что мы и вчера были ничего. Давайте тогда за лучшую версию себя, даже если у вас нет раздражающих факторов. – Мы очень любим конкурентов. – А кто сейчас основной конкурент Форбса в Украине? – Есть версия, что Netflix, потому что мы конкурируем за время. – Есть версия, что ламповые эфиры, есть версия, что книги. – Мы стараемся подсадить людей на работу с собой, работу со смыслом, работу с данными, работу с информацией. Поэтому, конкуренты ли мы с тобой, классные собеседники? – Я думаю, нет. Я написал месяца 4 назад статью про бизнесменов, которые занимаются стоицизмом. находит. И там один из них сказал, и это было в самом конце статьи, что во мне горит огонь жажды познания, и мне это очень нравится. Мы хотим, чтобы этот огонь разгорелся, и мы точно будем таким хорошим поленом, чтобы туда раз в месяц подбрасывать. Ну или ежедневно в диджитал. – Слушайте, я так сразу для себя не ответил на вопрос, как мотивировать самого себя, когда у тебя есть только ты. – Ты просто еще молод, и это проходит с возрастом. – Ненамного. – Что ненамного? – Ну… – Нет, поверь. У меня был такой же вопрос, но просто знаешь, когда ты достигаешь позиции, что тебе не нужно никому ничего доказывать, тогда у тебя либо жизнь кончилась, либо она продолжается, и тебе нужно найти через что. И это я для себя нашел, то есть я стараюсь быть лучше каждый день. Андрей, давай тебе вопрос последний, и будем уже, видимо, прощаться. – Посоветуйте нам хорошую украинскую компанию, подающую надежды на рынке, чтобы мы сняли какой-нибудь интересный выпуск. – Вау. – То есть это прямо на жесткий диск запрос пошел. Значит, есть два способа давить на этот вопрос. Один способ, ну вот представьте три последних номера Forbes, и вы точно кого-то такого найдете. – Есть ощущение, что все там ищутся. – Не, но все ищут, а вы найдите такую, до которой трудно достучаться. Поверьте, да, то есть каждая статья – это куча геморроя, в том числе, чтобы добиться интервью. – Вот, ну вот по количеству и объему геморроя, с которым мы столкнулись, и по интересности персонажа. Это вот была компания, которая раньше называлась «Стерософт», сейчас называется «Крейшо», Катерина Костерева. Вот, ну реально она, переехав в Штаты, просто попыталась полностью изменить судьбу, вписаться в гораздо более серьезный контекст. Ну и мне было бы интересно посмотреть разговор с ней. – Да, она у вас была на обложке как раз того самого номера, который я не нашел в нашей редакции. Владимир, спасибо тебе за уделенное время, надеюсь… – Спасибо, что позвал. – Не совсем уж бесповерно. – Раскрыл мою душу. – Это возможно только вот после… – Ну, я и так, ты знаешь. Чувак открытый. – Клубничку можно, нет? Хотя бы. – Я больше по черешне. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!